Итак, сегодня у нас вторая вводная лекция, в ходе которой мы будем размышлять в частности о происхождении нации. Как и в прошлый раз, я буду задавать простые уточняющие вопросы. Вы, пожалуйста, тоже не стесняйтесь поднять руку и перебить. Это поможет мне понять, что я не очень доходчиво объясняю или вам что-то не ясно. Поэтому не стесняйтесь перебивать и задавать вопросы. Итак, эта лекция называется «Генезис наций», и она посвящена тому же вопросу, который я затронул на прошлой лекции и который не дает покоя философам самых истоков философии. Как что-то может возникнуть из ничего? В какой-то момент украинской нации не было, а в какой-то момент украинская нация есть. Как это происходит? Как возникают социальные формы, которых раньше не было? Это действительно интересный вопрос. Он применимый по отношению к другим общественным формам. Раньше не было классов, но сейчас с этим нет никаких проблем. Я имею в виду не те классы, в которых вы учитесь, я говорю о социальных классах, верно? Экономические классы. Раньше их тоже не существовало, но сейчас мы легко определяем. ООН из среднего класса. Вообще-то мы в Америке, здесь все относятся к среднему классу. Думать, что все принадлежат к среднему классу – это часть классовой борьбы. Уверен, вы это знаете. Так что если вы все думаете, что вы средний класс, это значит, вы уже в нем, и это прекрасно. Извините, мы немного отклонились от темы. Вернемся к нациям. Итак, о марксистах мы поговорим чуть позже, но именно они были одними из первых, кто задумался о понятии нации. В рассуждениях о социальной форме нации самая большая сложность, связана с тем, что как только нация возникает, она сразу же заявляет о своих правах на прошлое. То есть нация существовала не всегда. Но как только она появляется, она рассказывает свою историю о прошлом. И история, которую нация рассказывает о прошлом, является искаженной. И у этой новой социальной формы есть история о том, что она очень древняя. И жизнь людей проходит в контексте этого ошибочного суждения. Американцы – это исключение. Американская национальная история заключается в том, что вы новые, свежие и устремлены в будущее. Что иронично. Потому что если сравнивать, американская нация довольно древняя. Забавно, правда? На самом деле она древнее, чем большинство европейских наций. Только не говорите об этом ни европейцам, ни американцам, это собьет всех с толку. Фокус в том, что нация как таковая – это что-то новое. Тем не менее, она претендует на прошлое в том виде, в котором мы ощущаем себя комфортно и правильно. Если, конечно, мы считаем себя частью этой нации. И это усложняет ответ на вопрос, откуда берется нация, потому что нация сама дает нам ответ. Ответ уже встроен в нацию. На практике это происходит весьма банально. По мере того, как вы получаете образование в любой из национальных систем – начальная, средняя, старшая школа – вам дают ответы на вопрос, как возникла нация, и они кажутся вам очевидными. И это замкнутый круг. Как только появляются национальное сознание и идентичность, система образования приобретает их характеристики и воспроизводит их до тех пор, пока это не становится чем-то обыденным, тем, что не вызывает сомнений. Итак, это замкнутый круг, из которого очень сложно выйти, если тебе всего 7 лет. Я уверен, что вы были умнее большинства своих сверстников, и каждый из вас умнее, чем ваш сосед. Еще бы, вы же студенты Ельского университета. Но когда вам было 7… Окей, 6. Когда вам было 6, вряд ли вы поднимали руку и рассказывали о национальном характере. Вряд ли же. Или нет. Можете меня поправить, но думаю, что когда вам в школе рассказывали о прошлом, вы либо пропускали это мимо ушей, либо принимали все за чистую монету, верно? Спасибо, что киваете, это так поддерживает. Итак, каким образом все происходит? Самый очевидный способ – это институционный. Нация берет контроль над государством, государство контролирует образование, образование занимается детьми, а дети верят в эти общепринятые вещи в 99 случаях из 100. И я говорю это как историк, которому часто приходится общаться с людьми на коктейльных вечеринках. И эти люди знают, что на самом деле происходило в прошлом. В 99 случаях из 100 вы не выходите из этого цикла. Во всех этих случаях вы остаетесь в ловушке, в которую попали, когда вам было 7. Менее очевидный способ, которым нация поддерживает свое прошлое, связан он не с институтами, а с формой рассказа о нем. Я приведу несколько примеров таких форм и попробую сделать так, чтобы они показались вам не такими общепринятыми и очевидными. Я назвал эту лекцию, может быть, слишком изысканно, но я назвал ее «Генезис наций», потому что сейчас я буду говорить о Генезисе. Великая история любой нации состоит в том, что когда-то была невинность, и невинность была утрачена. Это большая история о нации, особенно о тех, которые возникают из империи, особенно такие нации, как русская. Я не буду много говорить об Америке, но это, безусловно, касается и Америки. Существует американская имперская история о том, как в 20-х, 30-х, 40-х годах 20-го столетия все было хорошо. Все шло по плану. А потом откуда-то появились мигранты, мы потеряли контроль, и теперь все не так хорошо. Это история о невинности. Если вы хотите вернуть стране ее былое величие, это похоже на цикл. Вы возвращаетесь к определенной точке цикла. Или «Основатели Америки» — еще один хороший пример. Некоторые люди думают, что 1776 или 1889 годы — это своего рода моменты невинности. Отцы-основатели, в принципе, все сделали правильно. Это очень привлекательная точка зрения. Отцы-основатели подумали обо всем, они почти полубоги. Они ходят по земле, оставляя за собой огромные следы. И эти следы наполнены водой и остатками праведности. И это все, что вам нужно знать. Очень привлекательное мнение. Кто-то когда-то все сделал правильно. Большая часть Верховного Суда и сейчас делает вид, что верит в это. Кстати, вы знаете о проблеме оригинализма? Это не совсем наша тема, можете не записывать. Но существует школа трактования американской конституции, и она утверждает, что воспринимать конституцию нужно только на основе того, что в ней написано. Но знаете, чего нет в конституции? В ней не сказано, что вы должны воспринимать конституцию так, как она на самом деле написана. То есть позиция оригиналистов противоречит сама себе, потому что их позиция по факту не прописана в конституции, верно? Хорошо. Я взорвал ваш мозг, да? Хорошо. И это общая проблема имперских наций, желание вернуться в момент, когда каким-то образом все было правильно. У России сегодня это очень ярко проявляется в мыслях персонажа по имени Иван Ильин, которого, кстати, на протяжении нескольких лет читал Путин. Он придерживается точки зрения о несовершенстве мира. Мир несовершенен, но у России есть миссия по восстановлению невинности мира. Это своего рода ирония, но зачастую именно имперские и постимперские страны сосредоточены на невинности и на том моменте истории, когда все было хорошо. Нации периферийные или антиколониальные, антиимперские, часто имеют другую структуру истории. И я попытаюсь привести вам пример так, чтобы он показался вам одновременно знакомым и незнакомым. И эта история состоит из трех частей. И опять же, она библейская. Итак, история об утраченной невинности — это история Адама и Евы Эдемского сада. Есть также более длинная история в еврейской Библии, в Ветхом Завете, о народе, у которого было государство, но потом он совершил ошибку или пришли плохие люди, и народ потерял свое государство. Но в какой-то момент они получат его обратно, и когда они вернут свое государство, все будет хорошо. Это структурная история, которая прописана в Библии. Люди по-разному понимают, каким образом все снова будет хорошо. Христиане говорят, мол, пришел Иисус, и все наладилось. Сионисты могут сказать, мы создали Израиль, и все стало хорошо. Вы можете расходиться во мнениях по поводу того, что считать точкой отсчета. Но все равно остается основной сюжет из трех частей. Все было хорошо, а потом мы это как-то потеряли. Возможно, не по нашей вине, а возможно, по вине кого-то другого, но мы это потеряли. Но затем наступит момент искупления. Поэтому нация очень легко принимает эту историю. Вы, наверное, слышали такие выражения, как национальный ренессанс, возрождение. Вся идея возрождения, если вы на секунду задумаетесь об этом в буквальном смысле, это очень странная идея. Если вы хотя бы на четверть секунды задумаетесь о том, каково это родиться заново. Разве это не странно? Ладно, это может быть слишком по-фрейдистски, это будто бы вы покинули свой дом. Окей. Но возрождение — это странная идея, если вы, в принципе, об этом задумаетесь. Идея национального возрождения заключается в том, что вы возвращаетесь в то время, когда все было правильно. Вы возвращаетесь в тот золотой век. Обычная нация говорит, мы находимся в каком-то среднем периоде, когда все пошло не так, но раньше все было правильно. И для антиколониальной или постколониальной нации история обычно связана с народом. Народ был правильным и хорошим. И этот народ все еще в каком-то смысле правильный и хороший. И мы собираемся восстановить справедливость. Мы дадим ему государство, и тогда все будет хорошо. Был средний период с участием диаспоры, или империи, или еще чего-то от того, что все испортило. Но в будущем все будет хорошо. Итак, обратите внимание на историю из трех частей. Это очень распространенная структура. Классические примеры — это еврейская национальная история, греческая национальная история. И я упоминал в прошлой лекции, что евреи и греки на самом деле являются самыми древними задокументированными жителями Украины. Но по сути, каждая национальная история следует этому паттерну. Сейчас я скажу очевидную вещь. Не факт, что когда-либо существовала чистая нация. Не факт, что существовал этнос, который существовал тысячу лет назад и существует по сей день. Я надеюсь, я не разрушаю ничьих иллюзий, но на самом деле такого не бывает. Я знаю, что сейчас я сообщаю вам неприятную новость, но кто-то должен был это сделать. Отношения — это намного сложнее, верно? Отцовство и материнство, секс — это намного сложнее, чем прямая линия от тысячи лет назад до сегодня. Хорошо. Я рад, что мы об этом поговорили. Так, с этой неловкостью разобрались. Хорошо. Я не удивлю вас, если скажу, что на самом деле история устроена не так. На самом деле нет никаких трех частей. Не бывает золотого века, возвращения диаспоры к золоту. В действительности этого нет. Но эта история что-то отражает. Она отражает изменения, которые происходят. Это способ справиться с переменами, которые происходят. И эта перемена — приход народа в политику. Так что нация, в том смысле, в котором мы о ней говорим, — это современная форма политики, в которую вовлечены, если не все, то массы. Это не феодализм. Это не знать во главе, верно? Это не монархия, не аристократия, не олигархия, не власть, не многих. Нация означает правление многих. Это не обязательно демократия. Но нация означает форму политики, субъектом которой выступает народ. Сейчас эта идея кажется обычной. Даже те, кто выступают против, говорят, что они за нее, как вы могли заметить. Во всем мире те, кто находится при власти и хочет искоренить демократию, говорят, что единственный способ достичь демократии — это не учитывать голоса той или иной группы. Или если бы я считал голоса, тогда бы это была демократия. Но очень редко люди говорят «О, я против демократии». Это логично. Но это очень ново, верно? Идея о том, что народ — это субъект политики всего пару сотен лет. Так что эти истории — способ объяснить трансформацию, объяснить перемены. Сейчас мы перейдем от того, что они говорят о себе, к тому, как они на самом деле работают. Итак, они работают, потому что примерно в 19 веке появляется форма политики, в которой люди имеют значение. Большое количество людей теперь имеет значение. И поэтому вам нужна какая-то версия прошлого, которая могла бы это объяснить. И очень привлекательной версией является та, которая утверждает, что когда-то народ был главным, и теперь он снова будет главным. Или когда-то люди были добропорядочными, и теперь они снова обретут свою добродетель, как только мы избавимся от империи, диаспоры или чего-то еще, что мешало этой модели. Таким образом, история — это возможность придать смысл проблеме, которую нужно решить. И проблема звучит так, что делать, когда люди приходят в политику. Эту проблему пытались решить разными способами. Например, марксисты, о которых мы еще поговорим, отреагировали на нее по-своему. Итак, люди начинают играть определенную роль в политике. Происходит некая трансформация, и я хочу, чтобы вы это отметили. Мы перейдем к этой части курса через несколько недель, но подумайте, в чем суть этих перемен. Возможно, дело в глобальной экономике капитализма, и теперь люди взаимодействуют друг с другом по-новому. Или в том, что теперь есть функциональное государство, которое может обложить людей налогом и заставить их проходить военную службу. Это те изменения, которые можно связать с модернизацией. Но кое-что меняется, и говорить, что во главе государства стоят король или дворяне, уже не кажется нормальным. Что-то меняется настолько, что это больше не кажется правдоподобным. Короли и королевы еще есть, но они больше являются риторическим прикрытием для социальных государств. Как бы не были увлекательны приключения Гарри и Меган, королевская власть уже не та, что была раньше. Немного похожа, но это никогда не было ее сутью. Поэтому в определенный момент перестает казаться убедительным, что несколько человек могут управлять всеми. Что с этим делать? Для этого есть история. Итак, у вас есть современная политика, а у современной политики должен быть рассказ о том, как люди приходят в политику, почему люди должны приходить в политику, и этот рассказ вытесняет другие истории. Итак, настало время вопросов. Что такое другая история? Какую историю она могла бы вытеснить? Какая история имела бы смысл? Да. Что короля выбирает, например, Бог? Так, теперь я король и контролирую общество. Да, хорошо. Значит, божественное право. Или ты король, потому что… Как насчет этого? Ты король, потому что твой отец был королем. Сейчас это кажется смешным, верно? Только потому что его отец был королем, он становится королем. Разве это не кажется безумием? Твой отец был королем? Нет. Хорошо, потому что у меня будут неприятности, если я стану раскрывать вашу личную жизнь. Так что если чей-то отец король, мне нужно знать сейчас, чтобы в электронных письмах я обращался к вам в правильной форме, окей? Всякое может быть. Итак, утверждение, что он король, потому что его отец был королем, оно абсурдно, не так ли? Но в других исторических обстоятельствах это могло иметь смысл. Очевидно, что это имело смысл. Но в современных исторических обстоятельствах этот смысл каким-то образом утерян. Но это история генеалогии, история о том, что его семья лучше, чем другие семьи. Может быть, они полубоги и что-то такое, да? Какую другую историю это могло бы вытеснить? Да. Что-то связанное с землевладельцами? Хорошо. Превосходно. Отлично. Это тоже очень хороший пример. Но это может быть связано потому, что право на собственность наследуется. Это то, что все еще работает в нашей системе. И это логично. Если Женя владеет кучей земли или у меня есть миллион гектаров, почему мои дети не должны унаследовать миллион гектаров? Это все равно кажется логичным. Но идея, что есть класс собственности и право владеть собственностью, это нечто особенное. Допустим, половина из вас имеют право владеть собственностью, а остальные имеют право работать на их собственности. Это было нормой на протяжении сотен лет, но в определенный момент, примерно в 19 веке, это перестало казаться убедительным. Но это история о том, что не только один человек, но и группа людей может отличаться от другой группы. Аристократы думают, что они происходят из особого рода, верно? Или дворяне заслужили права, потому что исторически дворяне участвовали в войнах или что-то в этом роде. Но они другие, у них есть право направления и у них есть право владеть землей. Итак, это те истории, которые вытесняются или оспариваются национальной историей, и они представляют собой различные виды политических систем. Давайте представим абсолютную монархию или систему, к которой мы еще вернемся. Это речь посполитая, где благородное сословие имеет право голоса и право владеть землей, а другие люди нет. И в определенный момент это начинает казаться проблемой. Итак, у нас есть история, которая ставит людей в центр политики, но не говорит об этом прямо верно. Кажется, это придает смысл всей истории. Это история, которая ставит людей в центр. И здесь я должен вспомнить марксизм, потому что вам могло прийти в голову, что все это... Я не собираюсь вас проверять, и я не знаю, сколько из вас знают о марксизме и изучали ли вы его вообще. Когда я спрашиваю об этом в выпускных классах, обычно кто-то поднимает руку и говорит, «Да, я вырос в КНР, и мы изучали марксизм». Но вы могли бы заметить, что в марксизме тоже есть история из трех частей. Это та же история о золотом веке, о трансформации и о том, что в центр политики приходит народ. Согласно марксистской истории, раньше ни у кого из нас не было собственности, и это было прекрасно. Но потом начали появляться новые технологии, и они обусловили появление новых социальных отношений. Вместе с ними появилась частная собственность. Частная собственность отчуждает нас от самих себя, а это плохо. Но однажды мы избавимся от частной собственности, мы все вместе захватим ее, и это снова будет хорошо. Окей, это если очень упрощенно. Но это и есть история из трех частей, интересно, правда? В марксизме современные идеи нации возникают примерно в одно и то же время, примерно в середине 19 века. И они находятся в очень тесном диалоге друг с другом. И на самом деле они очень похожи. Разница лишь в том, что марксистская история касается рабочего класса без привязки к национальности, в то время как национальная история о конкретных нациях. Речь идет об их особенностях. Или говоря по-другому, национальная история... Не прячьте свой телефон за компьютером. Не пользуйтесь электроникой вообще. Национальная история создает впечатление, что она только о вас. Но в реальности все национальные истории очень похожи. Марксистская история должна быть обо всех. Но по факту марксистам было не так просто охватить все нации сразу. Так что эти две истории находятся в противоречии друг с другом. Кто-нибудь знает, что марксисты говорят о нации? Что марксисты думали о нации, особенно в начале? Или хотите угадать? Или нет? Да. Они думали, что это будет переходное состояние? Хорошо, верно. Они ассоциировали нацию либо с феодализмом, либо с капитализмом, но не с социализмом. И считали, что эта концепция скоро забудется. Джек? Политическая и экономическая революция, то есть переход к этому движению социализма. Это в Советском Союзе. Да. Так что Советский Союз – это попытка пройти все этапы очень быстро. Они планировали провести модернизацию, как в капиталистических странах. Что приведет к образованию наций. Это в 1920-х годах. А затем в 30-е годы мы проведем экономическую революцию, в результате которой концепция нации останется в прошлом. Итак, основная идея марксистов в том, что нация – это пережиток истории. И здесь возникают проблемы. Капитализм развивается, вместе с ним развивается и национализм, и это было своего рода недоразумение. Поэтому у Маркса и Энгельса были огромные проблемы с аудиторией рабочих. Потому что рабочие очень часто выступали, например, за империализм. У них была огромная проблема с рабочими, на которых влияла национальная политика. Они, как оказалось, были даже более национально ориентированы, чем средний класс или дворянство. Так что у марксизма есть огромная проблема с национализмом. И в связи с этим одними из первых теоретиков о нации были марксисты, которые пытались решить эту проблему. Примерно в 1900 году некоторые марксисты заявили, что модернизация, по сути, не устраняет национальный вопрос. Наоборот, модернизация приводит к появлению наций. И мы должны с этим разобраться. Нация – это не часть феодального прошлого. Это часть современного и даже пролетарского будущего. Келлис Краус был поляком. У него состоялся диалог с австромарксистами. У них была интересная теория, что капитализм отрывает людей из местных традиций и помещает в своего рода плавильный котел города, где единственным их общим знаменателем является язык. В результате всего этого появляются, так сказать, новые люди. Объединенные одним языком и чувствуя себя отчужденными от своих традиций, они могут подумать, «Хорошо, мы часть нации». И они также уязвимы перед политиками, продвигающими тот же аргумент. Они также говорят, что государство, которое модернизируется, сделает людей грамотными. Вот что делает модернизирующееся государство. Оно дает людям образование. В конце 19-го, начале 20-го века в европейских странах происходит резкий переход от очень низкого уровня грамотности к очень, очень высокому уровню грамотности. Но грамотность может означать не только идентификацию с имперским центром, а и идентификацию с нацией. Потому что вы читаете или учитесь читать на своем языке, а затем учитесь читать на другом языке. И вот эти ребята выдвинули аргумент, который в 1980-х годах повторил ряд национальных теоретиков. В 1980-х годах подобного рода аргументы выдвигали важные и интересные теоретики Эрнест Гелнер и Бенедикт Андерсон, которые также говорили, что нация является не концепцией древности, а результатом определенной модернизации. Таков краткий курс по теориям возникновения наций. Я пытаюсь сказать, что дискуссия о теории возникновения наций уходит корнями почти так же далеко, как и сама нация, верно? И о том, что нации не древняя, а современная концепция. Люди говорят об этом уже более ста лет. Теоретики национализма обычно говорят, все, кто говорит о нации – дураки, они не знают, что это политический конструкт. Нет, нет, нет. Осознание того, что нация – это политический конструкт, существует почти столько же времени, сколько существует сама нация. И дискуссия, которую мы сейчас ведем, длится столько же, сколько существует нация. Кстати, этот парень, Келлис Краус, я упоминаю его отчасти потому, что он приводит два интересных примера для своего аргумента о том, что нация – это про современность, а не про традиции. И его примеры – это евреи и украинцы. В то время, когда он писал свои работы, а это были первые годы 20 века, он умер в 1905 году. Итак, в самом начале 20 века идея о том, что евреи являются нацией, рассматривалась как абсурдная, потому что у них не было того, что тогда считалось объективными признаками нации, например, территории. Поэтому евреи не могут быть нацией. Считалось, что украинцы не являются нацией, потому что им не хватает другого объективного атрибута – исторического политического класса. Так что, если ваша теория нации заключается в том, что есть определенные атрибуты, которые делают нацию нацией, такие как территория или политический класс, то, посмотрев на украинцев и евреев в 1904 году, вы скажете – нет, они не нации. Венгры, возможно, поляки, возможно, немцы, безусловно, но не украинцы и не евреи. Келлис Краус предложил другую точку зрения. Забудьте все, что вы думаете о прошлом. Посмотрите, как модернизация влияет на людей здесь и сейчас. И окажется, что не имеет значения, утверждает он, есть эти объективные признаки или нет. Важно лишь то, что модернизация порождает процессы, отчуждение, урбанизацию, которые приводят людей к новым формам солидарности. И поэтому, когда он говорил, что евреи и украинцы будут современными нациями в начале 20 века, это был очень радикальный аргумент. Но он соответствовал теории нации, которая говорит, что нация – это результат модернизации. На этом мы закончим часть о теории нации. В заключение я хочу рассказать, что некоторые украинцы думали о нации. Итак, мы говорили о нации в целом, мы говорили о теориях нации, теперь мы поговорим о том, что некоторые украинцы думали о нации. Важно понимать, что все это очень сознательный процесс. Люди, которые создавали нации, знали, что они делают. То, как они говорили об этом, может немного отличаться от того, как мы говорили об этом. Но идея нации не явилась кому-то во сне. Это произошло не так. Я думаю, что на фоне этого происходили более масштабные процессы, и мы можем говорить об этом долго. Такие фоновые процессы, как урбанизация, капитализм, рост грамотности сделали возможным появление какой-то новой формы солидарности. Но где и для кого? Почему именно эти народы, а не другие? И как я сказал в начале лекции, нации искажают прошлое. Как только они созданы, они искажают прошлое. Нации усложняют изучение прошлого. Это как изобрести периодическую таблицу и сказать, давайте учить по ней алхимию. И один из, возможно, самых частых способов искажения прошлого заключается в том, что нации убеждают всех, что их существование бесспорно. Так что если вы живете в Польше и воспитываетесь в польской системе образования, многие вещи могут быть неопределенными, но существование Польши не ставится под сомнение. Даже в Штатах, где так много очевидных непредвиденных обстоятельств, очень сложно утверждать, что США было осуждено существовать. Что революция 1776 года должна была произойти. Или что американцы должны были победить. Или в 1812 году они должны были победить. Мы, простите, могли проиграть в 1812 году. Покупка Луизианы, вы в курсе? Всего этого могло и не случиться. Или граница с Канадой, совершенно произвольная. Я говорю это без агрессии, на случай, если среди вас есть канадцы. Это круто, это круто. Я не против. Но даже в американской системе образования, существование Америки никогда не ставится под сомнение. На первом уроке истории учитель не скажет. Кстати, Америки могло и не существовать. Не факт, что ей суждено было быть. Может быть, было бы лучше, если бы Британская империя задержалась здесь подольше? Возможно, это было бы лучше. Полагаю, такого не было ни на одном из ваших уроков. Тогда мы узнаем, где вы учились. Но основная идея в том, что нация делает себя самоочевидной. Но это не так верно. Поэтому, когда мы будем изучать Украину, мы будем изучать формирование политической нации. Но я не хочу, чтобы вы думали, Ух ты, Украина особенная, потому что она политическая, а все остальные нации настоящие. Я не хочу, чтобы вы извлекли такой урок. Я хочу, чтобы вы подумали, Ага, это интересно. Возможно, украинская нация немного больше других осознает, что она политическая. Или, возможно, она вынуждена оказалась в обстоятельствах, которые раскрывают политический характер нации более четко, чем в случае с французами и американцами или кем-то еще. Но я не хочу, чтобы вы думали, О, да, украинцы какие-то странные, но у всех остальных есть твердая традиция. Я не хочу, чтобы вы так считали. Я хочу, чтобы вы подумали, О, изучая украинскую нацию, мы увидим закономерности, которые, возможно, помогут нам лучше понять поляков или русских или даже американцев, англичан и французов. Итак, что украинцы думали о себе? В 19 веке основное движение происходило в Российской империи. И не волнуйтесь, вы скоро узнаете, когда начнется Российская империя, когда она закончится и так далее. Пока же мне нужно, чтобы вы знали, что в 19 веке большинство людей, говорящих на украинском языке, находились в Российской империи. И в Российской империи во второй половине 19 века возникла идея сближения с народом, которая называлась популизмом. То есть не популизм в том смысле, к которому вы привыкли. Популизм сейчас означает... Я не знаю, что это значит, честно говоря, но это означает что-то вроде... Ладно, я не собираюсь идти по этой дорожке. Когда люди говорят популизм, они обычно имеют в виду что-то, что не является либерализмом. Но популизм в нашем случае означает идти к народу и пытаться понять, кто этот народ. Это было урбанистическое движение в Российской империи, связанное с наукой, которая тогда называлась этнографией, а сейчас антропологией. Это явление имело большое влияние на литературу. Достоевский тоже начинает с таких взглядов, но потом он попадает в тюрьму, встречается с людьми и разочаровывается в них. Это тоже интересная история. И одним из источников украинской национальной идентичности является этот эмпирический контакт с народом в Российской империи, когда вы понимаете... Ага, их фольклор, их песни и их язык отличаются, они другие. Они отличаются от народа, живущего дальше на севере, тех, кого мы сейчас называем русскими. И вот вы идете в народ и обнаруживаете, что общество немного отличается. И вы начинаете думать об этом. Этот популизм приводит к тому, что мы сейчас называем социальной историей, где вы определяете местоположение нации. Это украинский историк, который сделал это. Вы определяете место нации в ее собственном самопонимании, в ее обычаях, в ее песнях, в ее историях, в ее языке. Так что в 19 веке это очень мощное движение. И тогда вы говорите, хорошо, нация всегда существовала или существовала очень давно, но у нее не было политической репрезентации. И в этом проблема. Вот в чем проблема. Таким образом вы подменяете одну политическую историю другой, о чем мы говорили ранее. Так что не царь или польские помещики должны контролировать политику, а народ. Потому что он здесь уже давно, и посмотрите, как он многочислен. Если вы посмотрите на их обычаи, то увидите, что на самом деле они едины. Это популизм. Это социальная история. Это обращение к народу. И, конечно, Михаил Грушевский написал очень длинную историю, которая все это обосновывает. В 19 веке был период, когда нужно написать очень длинную историю, чтобы… Я не хочу, чтобы это звучало как шутка, но это не просто. Нужно написать длинную историю, чтобы задокументировать преемственность народа, где на первом плане социальная история, а политическая история на фоне, и это радикально новый подход. До этого, как правило, история рассматривалась только как политическая, а народ вообще мог в ней не фигурировать. Подобный подход может стать причиной того, что главным фактором идентификации нации становится этническая принадлежность. Потому что вы идентифицируете нацию по ее обычаям, языку и так далее. А что делать с другими людьми? Мы уже говорили, что в Украине проживали и греки, и евреи, и другие люди. Мы до них еще доберемся. Что если есть другие, которые не говорят с вами на одном языке, или у которых заметно отличаются обычаи? Что с ними делать? Это проблема этнической принадлежности. Если вы определяете нацию в терминах традиций, то всегда возникает вопрос, а как же другие люди? И вот тут начинается самое интересное. Не то чтобы в то время этого никто не замечал. Люди, которые придумали этническое понятие нации... Сейчас нужно включить логику. Но этничность не существовала, она создавалась. Поэтому люди, которые придумали этническое понятие нации, сами не были этническими. Они и не могли ими быть, ведь идея только зарождалась. И даже если вы в это не верите и считаете, что понятие этнической принадлежности в то время существовало, они сами довольно часто исходили из того, что мы считаем позицией меньшинства. Возможно, украинские историки вам об этом не скажут, но мать Грушевского была полька, и это очень типично. Люди, стоявшие у истоков популизма, социальной истории, а чуть позже и этнического национализма по всей Восточной Европе, очень часто были представителями европейского или немецкого меньшинств. Или какого-то меньшинства, которые сами принимают или создают этническую позицию. Я говорю об этом не потому, что это какой-то интересный парадокс. Но вы должны обратить внимание на такой факт. То, что должно быть самым вечным и неизменным, таковым не является, верно? Само понятие вечности и неизменности создано людьми, которые очень часто меняют себя в той или иной степени. Разумеется, они не отказались от преимуществ, которые давало им происхождение. Мультикультурность и владение языками, конечно, помогают историкам писать свои книги. Но они об этом не говорят и утверждают, что история – это про людей, говорящих на одном языке. Это приводит к дискуссии. Это позиция. Это дебаты. И оппонентом в этом споре выступает… Окей, мне следовало подготовить раздаточный материал. Это персонаж по имени Вячеслав Липинский. И Липинский говорит «Эй, Грушевский, посмотри на Украину. В городах полно русскоговорящих, много евреев, много польской шляхты. Как ты собираешься создать из этого свое государство?» Вы не сможете просто сказать «Украинский народ», «Народные массы», «Крестьяне». Это же логично. Нам нужны города. Нам нужны налогоплательщики. И что мы будем делать с людьми из других традиционных историй, не из нашей? Мы их просто ликвидируем или мы должны назначить им другую роль?» И Липинский говорит «Хорошо, люди приходят в политику, но если мы хотим иметь нацию, сама нация должна быть достаточно политически подкована, чтобы сказать «Хорошо, у нас есть место для польской шляхты». Возможно, они больше не будут владеть землей, но они что-то получат. Должно быть место для евреев, должно быть место для людей, которые раньше владели землей. Мы не можем просто представить, что их не будет. Это звучит очень красиво, что суть нации в деревне и людях, которые обрабатывают землю, и прекрасные закаты солнца и красивые стога сена. Вы видели произведения искусства, созданные на этой основе. Посмотрите на этот прекрасный образ. Вот красивая женщина, вот ее красивая дочь, и посмотрите, у них есть серб. И это нация, верно? Это красиво, это очень убедительно, но что вы собираетесь делать с людьми, которые живут в городах? Что вы будете делать со всеми остальными? Вы не можете иметь нацию без городов. Так что же делать? У Липинского есть ответ на это. Липинский, в свою очередь... И не волнуйтесь, мы повторим всю эту историю много-много раз. О, я сказал, что он был из семьи польских шляхтичей. Он был из польской дворянской семьи. Липинскому, в свою очередь, отвечает парень по фамилии Донцов. Теперь мы попадаем в 1920-30-е годы, и Донцов – самый важный идеолог украинской крайне правой политики, фактически фашизма. И Донцов очень сильно вдохновлен итальянцами. Донцов говорит, нет, нет, все дело в народе. И народ действительно должен быть однородным. И народ действительно должен восстать против всех этих других традиций. Донцов... Я дам вам угадать. Хорошо, я не дам вам угадать. У него был брат, который был большевиком. И этот брат-большевик был русским, так? Так что это пример того, как люди, выступающие за этническое понимание нации, даже самые радикально настроенные, не исходят из этнической принадлежности. Они выбирают. Потому что вначале нужно выбрать. Вначале, когда нация еще только формируется, тебе приходится выбирать. Так Донцов отвечает Липинскому. «Эти ребята враги». И взгляды Донцова, то, что мы называем этническим национализмом, очень важны. Они важны в украинской политической жизни. И они играют свою роль в украинской диаспоре в Северной Америке. Но Донцову, в свою очередь, отвечает парень, работы которого мы должны были читать. Теперь я понимаю, что его книги, оказывается, нет в книжном магазине. Я выложил первое эссе в интернет, и мы будем продолжать это делать. И мы читаем Ивана Рудницкого, потому что он является основополагающим политическим историком Украины. И он рассматривает основные вопросы истории. Но в контексте Иван Рудницкий пытается оспорить аргумент, что украинская нация – это только украиноязычные люди. И что где-то там, по крайней мере в мечтах, существует однородная украинская нация. Иван Рудницкий пытается это оспорить. И я хочу, чтобы вы его читали. Очевидно, для того, чтобы вы знали историю. В его работах можно найти ответы на основные вопросы. И он тоже включается в дебаты по поводу того, что можно считать нацией. И Иван Рудницкий придерживается позиций, что нация – это в основном политический акт. В основе своей это политическая приверженность. Так что, конечно, модернизация имеет значение. Традиционные землевладельческие классы тоже имеют значение. Присутствие евреев имеет значение. Все это имеет значение. Но нация в основе своей является политическим актом, направленным в будущее. Это не значит, что она волюнтаристская. И вы можете делать все, что угодно. Вы не можете ее придумать. Вы можете действовать только на основе того, что есть на самом деле. А он писал в основном о прошлом. Но сама нация была политическим актом, направленным в будущее. А это значит, что, в принципе, каждый может принять в ней участие. Любой может принять участие. Поэтому я сейчас скажу только одно слово о том, кем был Иван Рудницкий. Так что, о, очень важно. Он побеждает в споре, и это очень интересно. Может быть, в 22 веке это будет выглядеть по-другому, но если смотреть на это с точки зрения 2022 года, он выигрывает спор в Северной Америке, а также выигрывает спор в Украине. Хотя, как мы увидим, в Украине есть много причин, по которым победила именно его позиция. Он выигрывает спор о том, какой должна быть Украина. А это, в свою очередь, имеет очень важные последствия для того, какой Украина является. Потому что теоретизирование нации – это не абстрактное действие. Речь также идет о том, как вы формируете нацию. Так, 30 секунд, я расскажу вам, кто такой Иван Рудницкий, и мы к этому вернемся. Итак, Иван Рудницкий был галахическим евреем. Его бабушка была урожденной Идой Шпигель в монархии Габсбургов. Она вышла замуж за украинца, и у них было пятеро детей. Муж умирает рано, и Ида Шпигель, отчужденная от своей семьи, берет себе имя Ольга. Она воспитала детей украинцами. Общим языком в семье был… Кто-нибудь хочет попробовать общий язык? Мы в монархии Габсбургов. Мы в Галиции, в монархии Габсбургов. Польский? Польский, польский, польский. То есть ее родной язык был идиш, а его родной язык был украинский. Хотя у него были польские бабушка и дедушка, но их язык между собой был польский. Язык детей долгое время тоже был польский. Таким образом, у этой еврейской матери было пятеро детей. Все пятеро стали очень важными фигурами в украинском национальном движении. Об этом мы еще поговорим. Но была и одна дочь Милена. Милена была феминисткой и очень видным парламентарием польского сейма. О ее достижениях мы поговорим позже, но Милена Рудницкая была матерью Ивана Рудницкого. Таким образом, мать его матери идентифицировала себя как еврейка. Все, кто участвует в этих беседах, независимо от их позиций, приходят отовсюду. Но в этой дискуссии Рудницкий оказывается самой влиятельной фигурой, и его взгляды влияют не только на наш курс. В значительной степени они формируют то, как украинцы сейчас говорят о национальности. На этом я вас покидаю. И увидимся снова через неделю. Викторина по картам в четверг. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok